здравствуйте с вами вяткин александр и я рад приветствовать вас на канале и в группе вконтакте команда госплюс сегодня у нас немного необычный формат формат хит парада хит парад ошибок при расключении распределительных коробок распределительные коробки если можно так выразиться являются по сути визитной карточка монтажника и могут многое нам рассказать о его квалификации наш век цифровых технологий все больше специалистов рекламируют свои услуги посредством размещения своих работ в интернете тут собственно и мы не являемся исключением я надеюсь что именно это видео поможет многим заказчикам объективно оценить работу выставляемые специалистами в интернете и сделать правильный выбор ну или напрямую обратитесь команду госплюс если у вас есть такая возможность да если вы начинающий специалист вы тоже найдете в этом видео для себя много полезного поэтому давайте не будем тянуть резину и приступим к делу а всю лирику обсудим в конце итак пункт 1 запас а точнее его недостаток одна из распространенных ошибок это отсутствие запаса данная ошибка носят разную степень тяжести у разных горе специалистов но не стоит забывать что на длину запаса есть хоть и не конкретные но какие никакие норм согласно правилам устройства электроустановок в местах соединения ответвления при соединении жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения особенно часто отсутствие запаса можно встретить при расключении стандартных подрозетников вместо углубленных ведь глубина стандартного подрозетника физически не предполагает внутри себя об устройство каких бы то ни было распаек и это скорее ошибка проектирования чем монтажа но на сегодняшний момент большинство мастеров сами себе проектировщики поэтому разделять эти понятия крайне сложно если мы применяем коробки без доступа зачем запас спросите вы и тут ответ довольно таки прост во первых доступ коробкам будет перекрыт только после монтажа подвесных потолков а до этого пройдет еще не один ретап ремонта порой бывает что от чернового монтажа до чистовой установки электроустановочных изделий проходит не один год и за это время заказчик может захотеть добавить пару розеток и в коробке придется лезть еще даже не закончив основной ремонт такое встречается сплошь и рядом во вторых гарантированный срок службы кабеля как и распределительных коробок около 30 лет и за это время может пройти еще не один локальный ремонт собственно в процессе которого и появится доступ к коробкам и необходимость добавить пару розеток либо выключателей и так пункт 2 скрутка до упора следующий пожалуй еще более распространенная ошибка возникает при расключении проводников при помощи скрутки с фиксацией или что хуже без нее это когда скручивать не только зачищенные жилы но и не зачищенные проводники до упора данный пункт похож на предыдущий в том плане что мы по сути не оставляем запаса для повторного подключения так как само соединение начинается у нас в месте где проводники сходятся в одну точку повторное соединение предполагает что предыдущие будет полностью откушено и переделана а ввиду того что проводники при раскручивании и обратном скручивании испытывают излишнее механическое воздействие гарантировать их целостность после этого невозможно если провод не лопнул в процессе перекручивания ничто не может гарантировать что этого не произойдет в процессе эксплуатации при перепаде температур поэтому запас должен быть оставлен из механически не поврежденных проводников и требования нормативных документов скорее стоит рассматривать как необходимый минимум ведь никто не гарантирует что вслед за повторным не придет 3 4 и так далее соединения что вообще можно гарантировать на ближайшие 30 лет нашей жизни ну и раз уж мы упомянули скрутку самое время перейти к следующему пункту это третий пункт о недопустимых соединениях касается он в первую очередь недоступных для обслуживания коробок за подвесными потолками или внутри конструкции из гипсокартона так как самое распространенное нарушение это применение быстроразжимных клеммников либо любых других разборных соединений в коробках без доступа про самые зажимные клеммники я снимал отдельное видео ссылку на которое вы можете найти в описании а вот например скрутки без фиксации до сих пор широко распространены несмотря на то что об их полном запрете пожалуй не рассказывал только ленивый до сих пор можно встретить комментарии о том что простые скрутки работают по 70 лет и ничего с ними не происходит если вы хотите узнать почему именно запрещены скрутки без фиксации в чем опасность их применения напишите обязательно об этом в комментариях и я постараюсь подготовить для вас довольно таки подробный материал а что касается этого пункта в целом то мы все должны понимать что недоступных коробках не должно быть разборных соединений на мой взгляд этот пункт один из самых очевидных следующим и не менее распространенным пунктом у нас идет нарушение при разделке кабелей и нарушение конструкции распределительных коробок также часто можно встретить случай когда соединение проводов происходит и вовсе без коробок я это называю парящими распайками конечно парящие распайки вы вряд ли встретите перебирая портфолио электриков в интернете это слишком очевидные нарушения даже сами нарушающие об этом знают и делают это намеренно вот неправильную разделку и отсутствующие сальники распределительных коробок можно встретить даже на рекламных фотографиях некоторых моих коллег в чем суть нарушения попробую объяснить как можно более понятно возьмем к примеру кабель ввг нглс срок службы которого 30 лет данный срок службы дается производителем на целое изделие включающие в себя токоведущие жилы изоляцию жил и внешнюю поясную изоляцию соответственно если мы сняли поясную изоляцию с нашего кабеля мы должны ее чем-то заменить иначе можно забыть про 30-летний срок эксплуатации именно поэтому любой кабель должен разделываться строго после ввода в корпус коробки щита подрозетника или подключаемого оборудования которые принимают на себя функцию поясной изоляции в том случае когда нам необходимо произвести ее разделку и наконец последний пункт это изоляция в плане изоляции существует два основных типа соединений это всевозможные клеммники и сжимы которые уже имеют свои конструкции корпус из электроизоляционного материала и которые не требуется изолировать дополнительно но в то же время применять их в коробках без доступа как мы все уже понимаем нельзя и второй тип разрешенных соединений это разного рода хендмейт то есть сварки пайки опрессовки которые требуют применения дополнительных изоляционных материалов но при этом их разрешено оставлять в коробках без доступа кстати говоря соединение заземляющих проводников пайка с недавних пор запрещено что собственно и явилась одной из причин нашего отказа от пайки целлофановые пакеты скотч лейкопластырь пластиковые дюбели колпачки от фломастеров какой только ерунды я не встречал в качестве изоляционного материала в распределительных коробках что служит мотивом для использования подручных материалов горе специалистами для меня если честно остается загадкой но я думаю всем очевидно что для изоляции соединений должны применяться специально предназначены для этого материалы если вы смотрели наши предыдущие видео то могли заметить что мы своей работе применяем как правило коробки без доступа расключены при помощи опрессовки поэтому в качестве бонуса я хочу поделиться с вами наши рекомендации по на наш взгляд самому лучшему способу изоляции соединений в коробках без доступа сразу должен предупредить что применение например обычной изоленты или специальных пластиковых колпачков для изоляции соединений не является никаким нарушением это просто бесплатный совет для изоляции соединений мы применяем термоусаживаемую трубку с клеевым слоем которая позволяет добиться полной герметичности соединения герметичность нужна на случай затопления соседями ведь при столь долгом сроке эксплуатации вопрос затопления пожалуй скорее вопрос времени чем вопрос будет или нет так вот случае применения герметичных соединений затопления соседями не приведет к долговременному выходу из строя электропроводки и можно будет продолжать пользоваться сразу после того как высохнут розетки и выключатели ну вот собственно мы с вами разобрали пять наиболее распространенных ошибок при расключении распределительных коробок на этом у меня все надеюсь мое видео поможет многим заказчикам сделать правильный выбор а многим специалистам сделать свою работу качественнее единственное надо учитывать что распределительные коробки это далеко не единственный критерий в котором можно отличить профессионала от горе специалиста в электромонтаже к сожалению присутствует еще огромное количество нюансов и возможности накосячить намеренно или сам того не понимаю хоть отбавляй поэтому я настоятельно не рекомендую рассматривать мое видео в контексте сделай сам или diy ну что ж спасибо за внимание не забывайте ставить лайки подписываться наш канал и конечно же нашу группу вконтакте с вами был вяткин александр команда гост плюс